Уважаемые коллеги, вчера под председательством президента нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева прошло ежегодное заседание Совета глав государств участников СНГ. Также состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого главами Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России подведены итоги и намечены новые перспективы развития Евразийского экономического союза, обсуждены организационные вопросы функционирования ЕАЭС. У нас сегодня в гостях эксперты, которые поделятся своим мнением по итогам данных встреч. У нас в гостях председатель правления Института экономических исследований Махсат Нурдавлетович Муханов и директор экспертного Института европейского права и прав человека, доктор юридических наук, профессор Марат Советович Башимов. Уважаемые гости, добро пожаловать. Махсат Нурдавлетович, пожалуйста, Вам слово. Большое спасибо, Курмета Артестер. Уважаемые участники сегодняшнего встречи, я хотел всех поприветствовать прежде всего. И сказать, на самом деле вчера произошло очень крупное политическое и экономическое событие, и Казахстан стал центром для этого события. Как вы знаете, вчера в поселке Барабай, в Акмолинской области, состоялось два форума объединенных. Это заседание Совета глав государства СНГ и Высшего экономического совета Евразийского экономического союза. Надо сказать, что эти события очень тесно связаны с теми мировыми процессами, которые мы сегодня наблюдаем. Это прежде всего с непростой ситуацией мировой экономики и теми изменениями, которые происходят на мировом экономическом ландшафте. Поэтому именно обсуждение практических и насущных проблем было посвящено эти два крупных, таких скажем, политических форума в Казахстане. Надо отметить, что в последнее время СНГ претерпевает определенные изменения, и в этом плане состав и конфигурация СНГ постепенно меняется. В этой связи, наверное, очень важным событием стало то, что было предложено президенту Казахстана разработка новой концепции и адаптации СНГ к новым мировым реалиям. В этом направлении, конечно же, предстает очень большая работа, которая предполагается завершить к 25-летию этого объединения. И принят очень широкий круг практических документов, которые позволят, во-первых, и углубить существующее торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие между странами СНГ, а также наладить новые перспективы, новые направления, которые сегодня актуальны с точки зрения тех изменений, которые происходят в мировой экономике. Ну и, конечно же, очень важно было проведение Высшего экономического совета в рамках заседания Евразийского экономического союза. Как вы знаете, он был только недавно создан. Это еще молодая, так скажем, организация. Евразийский экономический союз начал функционировать с 1 января 2015 года, но уже в этом году он пополнился новыми членами. Это Армения, Кыргызстан. Кроме того, как известно, в этом году соглашение о зоне свободной торговли подписано с Вьетнамом. В целом, к этому интеграционному объединению сегодня проявляет большой интерес большое количество стран. Рассматриваются самые разные формы сотрудничества, как со странами государственными, так и с целыми региональными объединениями. И это говорит о большом потенциале, который есть как в рамках СНГ, так и в рамках Евразийского экономического союза. В целом, эта интеграция, надо сказать, что один из ответов на те глобальные вызовы, которые мы наблюдаем, и о которых в последнее время очень много экспертных обсуждений, мировых площадок создано под эти процессы. И в этом плане, конечно же, совершенственное сотрудничество, углубление различных форм взаимодействия, кооперации является очень важным для того, чтобы адаптироваться к новым условиям функционирования мировой экономики. И, наверное, самым важным является подключение к этому процессу и более широких кругов предприятий, компаний. В этом плане, наверное, очень важно, что в рамках Евразийского союза сейчас на Астанинском экономическом форуме в текущем году был создан деловой совет стран Евразийского союза, в который вошли наша Национальная палата предпринимателей. И подключение инвесторов и подключение предприятий, компаний, реального сектора, конечно, может дать очень хороший импульс этому объединению. Ну и, наверное, еще хотел сказать о том, что сегодня вырабатываются новые формы сотрудничества в целом на пространстве Евразии. Как вы знаете, очень много инициатив есть по сотрудничеству. Это и экономический пояс шелкового пути выдвинуты Китаем в 2013 году. Это и другие региональные союзы. И Казахстан в этом плане играет очень важную роль, становится, так скажем, хабом на этом пространстве для того, чтобы интегрировать различные процессы, происходящие на большом пространстве между Европой и Азией. Наверное, в таком контексте можно рассматривать все эти процессы, происходящие в нашем регионе. Спасибо. Спасибо вам, Марат Саветович. Пожалуйста. Мне бы хотелось остановиться на вопросах международной безопасности, поскольку там же на площадке СНГ в первую очередь тогда вопросы безопасности по границам территории Содружества независимых государств. Это очень важный аспект, потому что на том же заседании СНГ глава государств подчеркнули важную роль и выступление главы государства на Генеральной Ассамблее ООН. Если вы помните, пять позиций, которые глава государства высказал, они носят глобальный характер, начиная от создания мира свободно от ядерной оружии, тем более мы государства, которые первые отказались, четвертые имело ядерное оружие, отказались от него. И речь главы государства о том, чтобы и дальше мир пошел по этому пути. Но в то же время был доступ к мирному атому, доступ к ядерному топливу, незакобогащенному, который помогать будет развиваться другим государствам. Кроме того, на Генеральной Ассамблее ООН глава государства сказал о создании наднациональной валюты. Это вообще никто не поднимал, такие вопросы, поскольку тогда третьим вопросом всплывалось преобразование экономического социального совета ООН, одного из важных органов, Совет глобального развития. А что это такое Совет глобального развития? Туда нужно, кроме того, что там избирание Генеральной Ассамблеи и страны, ввести международный валютный фонд. Это структуры все, другие институты ООН, которые были бы экономическим регулятором в мире, которые бы помогали снизить риски экономические, чтобы они заранее предвидели, какие могут быть в будущем какие-то последствия. Это очень важные моменты. И вот этот еще один момент, который принятие всеобщей декларации ООН по созданию сети, антитеррористической сети, это тоже очень важно. Это я почему говорю, потому что все участники СНГ отметили вот эти важные позиции. Очень важные позиции, необходимые позиции. И в СНГ как раз всплывали вопросы и взаимодействия спецслужб, правоохранительных органов в деле противодействия международному терроризму, экстремизму. Потому что эти вопросы сейчас актуальны для всех стран СНГ. По поводу ЕС хотелось бы сказать, это для меня очень важно, потому что я один из тех, кто присутствовал, знаете, в 1994 году, будучи преподавателем Московского государственного университета Ломоносова, мне проректор МГУ пригласил и говорит, Марат, завтра приезжает твой президент. Вот казахская диаспора, казахстанская диаспора. И вот после вектора, ну я там выступил, но просто ощущение передаю, 1994 год, у вас кто-то молодые еще были, разруха. О какой интеграции речь идет? Там денег не было, все уходили со школ на базары, все что угодно делали. И тут глава государства перед профессорой на 10 этаже ученого совета, перед элитой Московского университета, говорит, вы знаете, мы не можем жить без интеграции, особенно с интеграцией России, экономической интеграции, то есть укрепление вот этих товаров, экономических связей, товарных связей, только вот это прорыв в будущее. В шоке были профессора все, но вышли, сказали, твой президент, дальновидный президент. Поэтому, смотря за эти 20 лет развития вот этой организации, которая закономерно пришла к идее создания, а фактически мы взяли идею Европейского Союза и взяли эти принципы, которые вот всегда излагаются, да, свобода передвижения товаров, смотрите, товары мы свободно передвигаем сейчас, капиталов свободно передвигаем капиталы, услуг свободно и рабочие силы, тем более мы сейчас упростили. То есть прогресс в этих отношениях, в принципах, которые заложены в деятельности Евразийского экономического союза действуют. Кроме того, вот хотелось бы отметить, вот на последнем совещании, да, где были вопросы, некоторые не понимают, что такое Евразийская экономическая комиссия. Это вообще наднациональный орган, который стоит над государствами. И на этом совещании были выработаны права и регламентация, как будет работать эта комиссия, регламент, как выбирается, как быть с третьими государствами, которые входят в этот Евразийский экономический союз. Поэтому вот все, как Максуд Нурдавлевич сказал, носят очень важный, да, стратегический характер. Они определяют перспективы развития и СНГ, и Евразийский экономический союз. Потому что в рамках подписанных договоров, да, в рамках Евразийского экономического союза, там ведь важно, что даже, когда двусторонние встречи России и Казахстана были, разграничение дна, северного дна Каспийского моря, это очень важный вопрос. Потому что по Каспийску, регламентации Каспийского моря очень длительный был процесс. Все границы у нас мы определили, а вот здесь вот конечная точка была поставлена, и теперь президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он сказал, что теперь вот эта Хвалынская вместе с Казахстаном, центральная, будет совместным образом, да, совместной работой вестись. Проект Западная Европа, Западный Китай, который также касается Евразийского экономического союза, дорога, которая идет через Каспий, к Персидскому заливу, совместные проекты в энергетике, в транспорте, совместные проекты в сельском хозяйстве, да, решение нетарифных проблем, нетарифных, да, есть определенные. Просто я всегда привожу пример, что не все так сразу строится. Я сам специалист в области европейского права, и знаю, как после создания в 1957 году европейского экономического сообщества шли торговые войны между, допустим, Италией и Германией по поводу пива, потому что итальянцы пытались более дешевое пиво поставить, но все это постепенно нашло свое решение. Поэтому вот такие очень конструктивные встречи, да, на высшем уровне, они помогают быстро, скорейшим образом решать эти проблемы. И последнее несколько вот так. Дело в том, что еще самое главное, глава государства, что подчеркнул, деятельность в рамках Евразийского экономического союза должна быть только на равной основе, чтобы равенство всегда соблюдалось, чтобы все уважали друг друга, чтобы никто не препятствовал каким-то экономическим интересам. Пока существует СНГ, это уже более 20 лет, существует экспертное мнение, что объединение носит формальный характер, и на его площадке, по большому счету, не решается никаких вопросов. Просто многие говорят, что после распада СССР надо было стать подобной организацией, которая была создана, и до сих пор говорят, что она неэффективна. Многие страны из бывшего СССР вообще вышли из состава СНГ и так далее, таковы вообще перспективы СНГ как организации? Не желала ли она себя? И учитывая все то, что в свете того, что ЕС расширяется, и сила ЕС набирает обороты, все-таки будет ли существовать СНГ? Если да, то будет ли иметь какую-то силу? Можно тогда я начну? Вы знаете, я про организацию объединенных наций ведь сказал, очень много экспертов, некоторые говорят, что вот она исчерпала себя. А я всегда говорю, вы знаете, для чего создавалась эта организация? Вы прочитайте преамбулу устава ООН. Там написано, чудовищное глумление над человеческим достоинством после Второй мировой войны привели к созданию, к созданию этой организации. И в дальнейшем решении всех проблем мира экономических, социальных обсуждений на площадках организации объединенных наций. Но мир еще не придумал лучшие площадки, чем ООН. Да, многие вопросы не решаются, но представьте, 193 государства с разными политико-правыми системами, религиозными традициями, все остальное приезжают, слушают друг друга, вырабатывают, соглашаются. Где-то получается, где-то нет. Но в любом случае лучшей площадки нет. Поэтому в этом плане то же самое про СНГ площадка для обсуждения мнений. Но не было бы площадки для обсуждения мнений, вообще бы не встречались. Тогда вообще. Но, опять же, Максут Нурдавляевич был прав, когда сказал, что глава государства ведь сказал, надо переформатироваться к вновь таким мировым условиям, которые в условиях новых обстоятельств, в условиях новых угроз сложились. В частности, даже вот их объединяет СНГ общая приверженность противодействию международному терроризму. Потому что это очень актуальная проблема. Поэтому и на уровне СНГ главы спецслужб встречаются, главы других органов встречаются. Они же неспроста, могли бы не встречаться. Нет, они их окоординировать свои действия в целях противодействия вот этому международному злу. Очень правильно было действительно отмечено. То, что СНГ очень много есть дискуссий, востребованность, ненужность, формальность. На самом деле, раз существует такой формат сотрудничества к СНГ, наверное, он все-таки востребован. Во-первых, на самом деле, если вспомнить историю, уже 24 года он существует, и в рамках которого существует очень большое количество различных площадок для обсуждения по самым разным направлениям. И в этом плане надо отметить, что, конечно же, это было очень дальновидное решение, когда создавалось само СНГ, для того, чтобы обсуждать именно платформа для обсуждения. И в этом плане он выполнял очень важную, так скажем, функцию, прежде всего обеспечение стабильности на этом пространстве. Как вы знаете, с распадом СССР у нас образовался определенный вакуум, но, тем не менее, создание такой площадки сыграло очень важную, такую стабилизующую, прежде всего роль. Ну и вторая, конечно, очень важная роль, которую СНГ играло, это формирование деловых, торгово-экономических сотрудничества и кооперации. И, ну, надо сказать, что в этом плане СНГ сыграло свою позитивную роль, и, как отметил глава государства, сегодня он требует своей адаптации к новым мировым реалиям. И это заявление, связанное с тем, что формат этот оправдал свои доверия, несмотря на то, что есть и скептики, но, тем не менее, я думаю, что этот формат сыграл очень важную роль в том, чтобы продолжать свое существование. И заявление президента о формировании новой концепции говорит о том, что необходимо использовать полностью потенциал этого объединения. То есть вопрос стоит, наверное, не столько в том, что он нужен, не нужен, а улучшение того потенциала, который заложен в эту организацию. Ну, и, наверное, в этом плане ядром, так скажем, интеграции в этом регионе является Евразийский экономический союз, который находится на более высокой степени интеграции, где есть четыре свободы товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов. В рамках СНГ пока существует зона свободной торговли. И это тоже облегчает сотрудничество для наших компаний, для свободного передвижения нашего населения, которые ездят в эти страны СНГ и чувствуют себя достаточно комфортно в этих странах. Поэтому я думаю, что, наверное, в СНГ есть очень большое будущее тоже. Егемен Казахстан. Я, Егемен Казахстан, Нурбайл Мират. Я, Сурагум Муханн Мирзага. Я, 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Казахстан здесь может использовать очень большой потенциал, так как имеет и продолжает и будет продолжать взаимодействие со странами Европейского Союза, Америки, Юго-Восточной Азии. Со всеми странами поддерживают очень хорошие отношения. И в этом плане Казахстан это дает возможность стать площадкой для деловых и инвестиционных инициатив, площадкой для привлечения, как вы говорите, технологий и инноваций. И в этом плане это, как сказать, может сыграть в целом очень позитивную роль для всего, наверное, объединения Евразийского экономического союза. И в этом плане роль, конечно, то, что Казахстан выполняет такую связующую роль между крупными развитыми странами, между Евразийским экономическим союзом, другими государствами региона, имеет очень большие перспективы. В этом направлении, наверное, и инициативы президента по развитию Евразийского союза, экономического союза, шелку пути, сотрудничество с Европейским союзом и другими развитыми странами являются тем стратегическим направлением, которое дает очень большой потенциал для нашей страны. Благодарю вас. Бенюс, пожалуйста. Аннелия Косымова, Бенюс Ки-Зет. Сейчас в экспертном обществе широко обсуждается вопрос о переходе взаимной торговли в национальных валютах. Ваше мнение по этому поводу? Спасибо. В настоящее время в рамках Евразийского экономического союза принят большой комплекс уже документов. И проведена большая, даже за небольшой период, проведена большая работа по созданию единых рынков. И переход на торговлю в национальных валютах имеется в рамках данных документов. Я бы хотел сказать, что в этом плане недавно как раз была инициирована работа по созданию интегрированных валютных рынков. И в рамках данной работы проводится соответствующая работа для того, чтобы создать условия для более удобного товарообмена, удобных платежей между странами Евразийского экономического союза. В этом плане, конечно же, очень важно, чтобы эти все направления развались в рамках принятых уже существующих и намеченных планов в рамках Евразийского экономического союза. У меня вопрос ко двум экспертам. Как вы думаете, каким образом можно совместить стратегии развития двух проектов Евразийского экономического союза и экономического пояса шелкового пути? Есть ли какие-то преграды для этого сопряжения? Большое спасибо. В этом плане я бы хотел сказать, что действительно оба этих направления – это большие такие, скажем, проекты регионального, транс-регионального значения. И они очень между собой плотно коррелируют. Во-первых, они дают возможность для развития транзитного потенциала в регионе, прежде всего между Европой, Азией и другими странами региона. Поэтому на наш взгляд, что все-таки эти проекты не должны конкурировать, а эти проекты должны быть, так скажем, скоординированы и играть именно на развитие всего региона. И в этом плане как раз работа такая проводится. И, как вы знаете, недавно между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой было договоренность достигнута сопряжение этих двух проектов. То есть надо рассматривать их не как конкурирующие, а как дающие возможность. С такой точки зрения подходит и Казахстан. В этой связи надо отметить, что эти два проекта дополняют и расширяют потенциал. И в этом направлении надо двигаться. Адильхан Ильмесов, Казрадио. Скажите, пожалуйста, как отразится вступление нашей страны в ВТО и ожидаются ли какие-либо изменения нашего участия в ЕАЭС? Во-первых, надо сказать, что ВТО сегодня более 140 стран участвует. И в этом направлении это переход к цивилизованным формам функционирования и международного сотрудничества. Поэтому в этом плане считается, что вступление в ВТО будет способствовать прежде всего повышению конкурсовности национальной продукции, повышению объемов рынка. То есть Казахстан становится полноправным участником мировой торговли и может на равных конкурировать. И создает равные правовые условия на мировых рынках, то есть по защите нашей продукции. Также это дает возможность для привлечения инвестиций в страну. Во-первых, потому что многие страны и инвесторы смотрят на такие параметры, как конкурсовность страны или член Всемирной торговой организации. В этом плане, конечно же, это будет способствовать и развитию делового потенциала Казахстана. С точки зрения Евразийского экономического союза, как раз вчера в рамках Высшего экономического совета рассматривался данный вопрос. И по инициативе Казахстана как раз были приняты меры для того, чтобы внести поправки в деятельность Евразийского экономического союза с точки зрения вступления Казахстана в ВТО, для того, чтобы гармонизировать обязательства Казахстана с условиями функционирования в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому в этом плане тоже вопрос уже практически решенный. Можно еще два слова добавить? Дело в том, что как раз постоянно говорят, когда вступили мы в ВТО, конкурентоспособность, здесь в первую очередь наш бизнес должен уже меняться. Прошли те времена, когда бизнес мог не смотреть на качество своей продукции, не смотрели на конкурентность. Сейчас время не то, все изменилось. Поэтому первое условие, которое глава государства говорит бизнесу, меняйтесь, делайте таким образом, чтобы вы были конкурентны на мировых рынках. Не на рынках, где-то там, да, у нас или там рядом, на мировых рынках, вы того только что сказали, 146 государств. Поэтому конкурировать с ними нужно уметь, а мы можем конкурировать. У нас потенциал, даже научный потенциал, даже такой, знаете, богатый интеллектуальный потенциал. Почему нет? У нас даже по Балашаку 10 тысяч училось, 10 тысяч не по Балашаку, 20 тысяч только человек, которые отучились за границей. Чем не поддержка для нашего отечественного бизнеса в рамках развития мозгов, интеллектуальных, технологий, инноваций. Поэтому тут вопрос такой, неоднозначный. Нужно перестраиваться всем и уже идти конкурировать с мировым полем. Абсолютно верно сказано, что вступление в ВТО, оно создает условия для того, чтобы стать конкурентоспособным, привлекать инвестиции, чтобы бизнес у нас выходил на мировые рынки, чтобы мы могли равноправно участвовать во всех международных экономических проектах. То есть оно создает такие необходимые условия, правовые условия прежде всего. И в этом плане надо использовать этот потенциал. Поэтому автоматического какого-то такого улучшения не то чтобы не бывает. На самом деле это надо повышать свою конкурсованность. То есть сегодня в условиях глобализации такие понятия, как внутренний рынок, мировой рынок, уже границы, как вы знаете, стираются. Поэтому включение Казахстана в такие международные процессы создает условия для того, чтобы Казахстан мог на равноправных условиях участвовать во всех мировых экономических процессах. Следующий вопрос. Добрый день. Буквально вчера глава государства заявлял о том, что ЕС приобретает все больше уважения в мире, расширяется постоянно. Экспертные оценки из-за рубежа приходят, что ЕС эффективный инструмент интеграции. Как вы считаете, как эксперты, какие, возможно, масштабные проекты следует реализовать странам-участницам ЕС для того, чтобы этот экономический союз стал реально мощным игроком на мировой арене? Спасибо. Я вот только сразу скажу, что как раз обсуждался вопрос с Израилем, о том, что зона свободной торговли с Израилем. Израиль – развитая страна. Извините, рынки, даже технологии Израиля – это мировые технологии. Поэтому этот вопрос однозначно такой актуальный, и, мне кажется, он дальше будет развиваться. Мой коллега дополнит. Просто рядом даже находящиеся некоторые государства – это тоже потенциальные государства, которые намереваются вступить в Евразийский экономический союз. Да, наверное, о том, что многие страны проявляют интерес к сотрудничеству с Евразийским союзом, уже свидетельствует о том, что это объединение уже сегодня получило, так скажем, в мире свое признание. И самое главное, конечно же, что будет способствовать, очень хороший вопрос, это самое главное, в чем сегодня конкурируют страны – это, конечно, развитый человеческий капитал и очень комфортная деловая среда. Это, наверное, самое главное направление, которое могут отличать Евразийский экономический союз, если будут созданы такие новые форматы для сотрудничества, взаимодействия, как отмечено было, равноправные с одной стороны, а с другой стороны более привлекательные для международных инвесторов, для отечественных компаний и предприятий. Поэтому, наверное, это самое главное, условия для этого есть. Надо сказать, что сегодня это конкурентные преимущества, в принципе, для наших стран. Это сильный развитый человеческий капитал и очень привлекательная, такая, скажем, инвестиционная деловая среда. Уважаемые коллеги, на этом время наши работы подходят к концу. Я благодарю вас за активное участие, а также особо благодарю наших гостей за согласие раскрыть эти темы на нашей площадке. На этом мы завершаем нашу работу. До скорых встреч. До свидания.